МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. В Смоленском областном федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования впервые прошла операция на позвоночнике с использованием малоинвазивного метода. Мастер-класс смоленским врачам дал словацкий нейрохирург Питер Дурнов. Он показал, как минимально, травмируя мышцы и нервы, удалить ущемленный диск позвоночника и вставить имплантант. Такие операции очень хороши для пациентов, потому что им наносятся минимальные повреждения, у них меньше кровопотеря. Кроме того, быстрее происходит и само восстановление. После подобной операции пациент избавляется от боли и в скором времени может себе позволить небольшие физические нагрузки. Ежегодно 17 мая в России отмечается Международный день детского телефона доверия, который призван привлечь внимание широкой общественности к усилению мер по защите детей в трудной жизненной ситуации и помощи им. Этому дню и была посвящена городская акция «Помощь всегда рядом». Организовали акцию, которая прошла на городской эстраде специалисты Комитета по культуре и молодежной политике, Центра «Солнышко» и волонтеры молодежного центра. Акция призвана рассказать всем живущим в нашем замечательном Десногорске о Центре социальной помощи «Солнышко», поскольку центр оказывает услуги в психологическом консультировании, в психологической диагностике. И для того, чтобы эта помощь была адресной, для того, чтобы все те, кто в ней нуждается, они узнали, услышали и могли воспользоваться, мы проводим такие акции. Для детей организаторы подготовили веселые эстафеты, конкурс рисунков на асфальте, танцевальные флешмобы и многое другое. Конкурсы проходили шумно, активно, весело. Дети с удовольствием бегали и прыгали, дружно болели за свои команды. На протяжении всей программы волонтеры и воспитанники «Солнышко» раздавали буклеты по пропаганде здорового образа жизни, памятки для родителей, памятки инструкции для несовершеннолетних. 24 мая в областной администрации чествовали победителей и лауреатов регионального конкурса «Воспитатель года». 13 педагогов из 8 районов области боролись за право называться лучшими. Победительницей стала Екатерина Борисенкова из города Сафонова. Теперь она представит наш регион на всероссийском уровне. В Десногорске продолжается борьба с нарушителями тишины и спокойствия и автолюбителями, бросающими свои машины на газонах и тротуарах. Очередное заседание административной комиссии прошло 24 мая. Подробности в нашем следующем сюжете. В этот раз рассмотрели 39 протоколов. Из них 24 за нарушение благоустройства города, статья 17.4. Побеседовав с явившимися на заседание нарушителями, комиссия приняла решение по 10 протоколам наказать в виде штрафа в 3 тысячи рублей. По трём вынесли определение о прекращении дела. Тех, кто не явился на беседу, наказали штрафом в 4 тысячи рублей. По статье 27 нарушения тишины и спокойствия рассмотрели 15 протоколов. На профилактическую беседу явились 7 нарушителей и получили только предупреждение. А тех, кто не пришёл, наказали штрафом в 1 тысячу рублей. Десногорцы приняли участие в международном образовательном парад-конкурсе обладателей гран-при проекта «Современного искусства и креативного творчества «Апельсинова берёза». Он проходил в Москве в Институте русского театра. Воспитанники литературного театра «Книга на сцене» Владислав Багруденко и Дарина Катунина стали его лауреатами. В холи Цоя Нитрина с 22 по 24 мая была развернута выставка плакатов против терроризма и рисунков воспитанников нашей художественной школы. Подробности смотрите далее. Выставка была приурочена к работе Международной конференции, посвящённой повышению безопасности атомных станций на современном этапе. Организовали её представители Международного союза общественных объединений и лидеры мирового сообщества. «Наша организация, лидеры мирового сообщества, уже более пяти лет дружат и сотрудничают с Международной организацией ветераны атомной энергетики и промышленности. И в рамках нашей совместной деятельности мы проводим такие замечательные конкурсы, выставки рисунка и социального плаката». Экспозиция носила название «Россия – территория мира» и совмещала в себе две номинации «Россия без насилия», в которой были представлены социальные плакаты против терроризма во всём мире и «Мирный атом». Она состояла из рисунков учеников Десногорской художественной школы. Организаторы не случайно объединили их. Они старались донести до всех общую идею безопасной и мирной жизни на Земле. «Сегодня мы видим работы и детей, и профессионалов. У нас представлено участников более 24 стран. И Россия представлена, наверное, от Якутии до Калининграда. Огромная. Вы знаете, как приятно было, что у нас неравнодушные люди. Если мы все вместе объединимся, мы победим все вот эти вызовы, которые нам предлагаются». Все работы были просто пронизаны беспокойством за жизнь всех людей и желанием предотвратить распространение угрозы терроризма на планете. Выставка вызвала большой интерес как у участников Международной конференции, так и у десногорцев. С 9 по 14 июня в регионе пройдет молодежный образовательный форум «Смола». Ежегодно в нем принимают участие не только смоленские студенты, но и гости из других регионов. На этот раз палаточный лагерь разобьют на базе отдыха «Старт» в Красном Бару. Организаторы рассчитывают, что слушателей форума 2016 года станут 300 человек, а всего на его площадках побывает более 500 человек. Принять участие в нем может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет, подав заявку до 27 мая в Управлении образования и молодежной политики. В области участились случаи возбуждения дел с поддельными водительскими удостоверениями. Промониторив интернет-сайты, прокуратура обнаружила 7 объявлений по незаконному изготовлению прав. Теперь доступ на данные интернет-ресурсы суд заблокировал. В Смоленском управлении МВД в преддверии коллегии по итогам оперативно-служебной деятельности за первый квартал этого года в Центре профподготовки прошли учебно-методические сборы начальников территориальных отделов внутренних дел. Перед началом мероприятия временно исполняющий обязанности начальника МВД по Смоленской области полковник полиции Дмитрий Гутыря провел строевой смотр. Он проверил выправку, внешний вид своих подчиненных, обратил внимание на форменное обмундирование полицейских, наличие и правильное размещение знаков различия и нагрудных знаков. Внешний вид начальника территориального органа внутренних дел имеет большое значение. Руководитель не только подает пример всему личному составу своего подразделения, но и является лицом государства перед обществом, поэтому должен всегда быть подтянутым. Подобные смотры проводятся регулярно, один раз в квартал и приносят положительные результаты. По окончании смотра руководители территориальных органов и их заместители по охране общественного порядка приняли участие в тактико-специальных учениях по пресечению массовых беспорядков, которые прошли на базе Центра профессиональной подготовки ОМВД. Около тысячи смолян разных возрастов приняли участие в десятых всероссийских состязаниях по спортивному ориентированию. Российский Азимут-2016. Победители и призеры получили кубки, медали и дипломы Министерства спорта Российской Федерации. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова